Добрый день, друзья мои! Сегодня мы с вами займемся вот такой алебастровой красотищей. Очень декоративная штуковина, напоминающая скорлупу гигантских яиц на что-то такое в жизни динозавров. А делать мы ее будем очень просто. Нам потребуются обычные воздушные шарики и алебастр. Сделаем раствор примерно один к одному. Но сорта алебастр немного отличаются друг от друга, возможно небольшое изменение пропорции. Самое главное, чтобы ваш готовый раствор имел консистенцию теста для блинов, ну или такой жидкой сметаны. Этот наш процесс будет далеко не стерильным, поэтому застелите стол пленкой и можно переходить к процессу. Все просто. Наша задача обмазать шарик алебастровым раствором и сделать это надо довольно быстро, пока алебастр не загустел. То есть на весь процесс у нас есть всего 2-3 минуты. Чтобы было проще, давайте разделим его на два этапа. Сначала замешать надо раствор и залить первый слой, потом опять замешать и залить второй. Алебастр будет твердеть прямо под руками. И нам останется только вынуть шарик. И вот такая красота получилась. Можем переходить к второму шарику и делать все то же самое. Как вы понимаете, в результате этого процесса мы будем получать совсем штучные изделия. Все скорлупки будут похожи, но при этом каждая останется уникальной. Алебастр никогда не ляжет, естественно, прям вот один к одному. Ну и понятно, что размер такой вазочки будет зависеть от размера формы. Чем больше вы надуете шаром, тем больше у вазы получите. Ну и остается последний штрих. Изнутри надо покрыть наши скорлупы золотой акриловой краской. Ее можно сделать гладкой, можно грубой, можно покрасить фрагментарно, создавая эффект кракелюр. Все зависит от цели и от вашего вкуса. Ну и как их использовать, тоже есть масса вариантов. Они могут работать как кашпо, например, для первоцветов или кактусов. Могут украшать ваш дом или балкон, или террасу. Очень стильно смотрятся они, конечно, при декорировании свадеб. И как фруктовницы, и как конфетницы, и как подсвечники. В общем, фантазируйте, творите и живите просто, красиво и счастливо. Увидимся. Пока.